Предисловием к пенсионной реформе стало принятие поправок в Уголовный кодекс. Их депутаты одобрили накануне. Теперь за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста работодателю грозит уголовная ответственность. Нормы закона уже приписали превентивный характер. А на Алтай уверены, что ее просто могут обойти. Я лично считаю, что это ставит под удар людей предпенсионного возраста. Им просто будут уже заранее отказывать в приеме на работу, понимая, что через несколько лет они войдут в ту категорию, из-за которой может работодатель попасть под уголовную ответственность. Депутаты края, внося поправки в пенсионную реформу, исходили от обратного. Они предложили установить организацию на специальную льготу. Было бы логично рассмотреть и вопрос о снижении размеров пенсионных взносов наших именно для таких работников. Среди других алтайских поправок досрочный выход на пенсию, в том числе и в случае безработицы на протяжении года. Для коммуниста вопрос трудоустройства один из ключевых. Поэтому они изначально были против пенсионной реформы. Мы на уровне края не видим нисколько, чтобы рабочие места увеличивались. Рабочее место считается, когда хотя бы зарплата свыше 30-35 тысяч, можно о чем-то говорить. Зарплаты крайне низкие, поэтому напряжение на рынке труда усилится. Но главная поправка от Алтая и других регионов страны было уменьшение возраста для выхода на пенсию и стажа. Мы считаем, что 40 лет для мужчин и 35 лет стажа для женщин это как раз тот срок, при котором человек отдал долг родине и имеет право на пенсию. Ко второму чтению законопроекта депутату Госдумы учли 324 поправки, в том числе и от Алтайского края. 9 внес Владимир Путин. Среди них увеличить возраст выхода на пенсию для женщин на 5 лет, а не на 8. Досрочно оформлять пенсию многодетным матерям, сохранить льготы для коренных народов Севера. Поправки президента депутаты приняли единогласно. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости.